Этот день настал. 100 тысяч российских военных отправились привыкать к земле, как говорил украинский классик. Эти сутки стали одними из рекордных по убитым россиянам на фронте. В Кремле погибли 660 солдат, которые никого больше не смогут освободить, что бы там ни говорили в Кремле о беспрецедентно малых потерях армии РФ. С вами Нехта. Все самое важное и интересное к этому часу. Зеленскому аплодируют Конгресс и Байден жмет руку, а российская пропаганда исходит на желчь. Подробности внезапного и первого военного визита украинского президента в США. 300 дней украинский народ демонстрирует России и всему миру свою стальную волю. Рогозина ранила в Донецке. Не в окопе, как вы могли предположить, а совсем в другом месте. Он цел и почти невредим. Подробности покушения на бывшего главу Роскосмоса. Че ж теперь день рождения не отмечают? Величие сверхгазовой державы. Путин пускает газ из нового месторождения в Китай, тогда как его холопы мерзнут из-за нехватки угля в котельных. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите пуск? Дорогие подписчики, я все вижу. Вы не поставили лайк этому видео, поэтому сделайте это прямо сейчас. Или напишите комментарий, если вы цените нашу работу и любите наш контент. Нам очень важна ваша поддержка. Также напомню, у нас есть ТикТок, и пропаганда уже начала за него охоту, за неудобную для них правду. Поэтому подписывайтесь, ссылка будет в комментариях. А далее вперед к новостям. Историческое событие. Президент Украины встретился с американским коллегой и выступил в Конгрессе США. Зеленский передал депутатам украинский флаг от военных из Бахмута в знак благодарности за помощь. Несколько раз украинский президент срывал долги овации конгрессменов. В своей речи он напомнил о постоянных атаках на критическую инфраструктуру Украины, а также вспомнил о важности санкций и о том, что украинцы хотят мира, и поблагодарил США за помощь. Соединенные Штаты передадут Украине новое вооружение на сумму в почти 2 миллиарда долларов. Среди них ЗРК «Патриот». Несколько месяцев украинских военных будут обучать работе на ней. А Байден подчеркнул – эскалация не опасается, ведь «Патриот» – не наступательное оружие, а оборонительное. 300 дней Путин ведет эту неспровоцированную, несправедливую войну против свободного народа Украины. 300 дней украинский народ демонстрирует России и всему миру свою стальную волю, любовь к своей стране и несгибаемую волю, несгибаемую волю и стремление к самоопределению. И я обращаюсь ко всему украинскому народу. Вы продемонстрировали неоднократно вашу храбрость, вашу стойкость перед лицом агрессии, перед лицом этих имперских аппетитов. И Украина, и США опасались покушения на Зеленского. Источники СНН в окружении президента Украины рассказали о беспрецедентных мерах безопасности во время визита. Информации о расписании не было ни у сотрудников украинского посольства в США, ни у высокопоставленных чиновников до последнего момента, чтобы избежать возможного слива. Идея неожиданного визита тайно вынашивалась несколько месяцев. Напомню, Зеленский поехал в Штаты сразу после посещения Бахмута поездом до Польши, а потом самолет ВВС США доставил его в Вашингтон. Пользователи соцсетей упражняются в мемном остроумии по поводу визита. Среди, на мой взгляд, самых смешных, Зеленский приехал на выходные к бабушке с дедом, самый влиятельный мировой лидер принимал Байдена в Белом доме, и Байден изучает график отключения камина. Пропаганда противоположной стороны брыжет ядом, оно и понятно, что им немощным еще остается. От Байдена и Зеленского не прозвучало реальных призывов к миру, заявил Песков. Мир в извращенной логике Кремля, напомню, это признание за Россией оккупированных украинских территорий. Не прозвучало также ни одного слова предостерегающих господина Зеленского от продолжения варварских обстрелов тяжелых домов в населенных пунктах Донбасса. Ну и не прозвучало никаких призывов к миру, реальных призывов к миру, не на камеру, что говорит, а реальных. Еще раз это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты продолжают свою линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца. В своей традиционной манере выступила представительница МИДа. Российское псевдотипломатическое ведомство давно наплевало на все правила. Их риторика давно подобна разговорам гопников из Подворотни. И вот тому еще одно подтверждение. Зеленский их сукин сын, а соответственно ему позволено все. Тем более он не просто так себе их сукин сын, он еще и их инструмент в противодействии нашей страны. Ну что я могу сказать? Такой псевдодемократический подход еще больше усиливает у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. И толкает его на крайне опасные шаги с непредсказуемыми последствиями. Страшные вести из Банановой Республики. Ранен Дмитрий Батут, он же Сармат, он же Царский Волк, он же Космос Рогозин. Нет, не в окопе, а в неравном бою с шампанским. По сообщениям так называемых правоохранителей ДНР по ресторану в Донецке в СУ ударили из хаймросов. Зацепила и председателя оккупационного правительства так называемой ДНР Виталия Хаценко. Два человека погибли, ранены пятеро. Псевдоглава оккупированной Донецкой области Пушилин назвал произошедшее терактом. Угрозы жизни Рогозина нет, у него несколько ранений, в том числе пострадало и самое мягкое место. Что ж теперь день рождения не отмечают? Другой вопрос, что они требуем безопасности и не просчитали. Злые языки утверждают, бывший глава Роскосмоса с помпой праздновал свой день рождения. Однако сам герой дня утверждает, за столами велось важное совещание, а сам он жил в гостинице при ресторане уже несколько месяцев. Однако даже агент Гиркинс соревнуется в остроумии с другими мемами на тему ранения Рогозина. Прочитал, что Рогозин заявил о проведении в ресторане «Шешбеш» в свой день рождения рабочего совещания, во время которого он и был ранен. Не смею оспаривать истинность данного утверждения, господин Рогозин известен своей кристальной честностью. Ему теперь полагается медаль или даже орден. К сентябрю будущего года Украина будет сильной настолько, что сможет вести дальний огонь по Крыму. Об этом в интервью Дождю заявил экс-командующий вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес. Он также оценил состояние войск РФ. Сейчас их логистика находится под жестким давлением из-за так украинских войск. Чтобы выиграть время, оккупанты могут попытаться провести наступление со стороны Белоруссии с севера Украины. Однако нехватка ресурсов вызывает у американского генерала глубокое сомнение в успехе этой операции. Россия, конечно, будет тянуть этот конфликт так долго, как это только возможно, в надежде, что Запад потеряет волю к продолжению поддержки и что они смогут истощить возможности Украины продолжать борьбу. То есть для них не проблема обменять трупы на дополнительное время. Они заталкивают туда необученных солдат, недавно мобилизованных, заключенных, откуда бы они ни были. И мы уже видели, что даже если они теряют сотни этих необученных солдат, это все равно требует жертв и от украинской армии, и от украинской логистики. Так что это трудная задача, но, опять же, это не изменит итога войны. Это может затянуть ее, но это не изменит ее конца. Кроме того, мне кажется, Россия так и не смогла на достаточном уровне восстановить свою логистику, чтобы иметь возможность нормально набрать и экипировать еще 200 тысяч солдат. Вы помните, в сентябре полмиллиона россиян призывного возраста уехали из страны, чтобы избежать мобилизации. То есть у них нет бесконечного запаса человеческой силы. Паригожин вербовал зэков на войну в колонне, где отбывает срок Навальный. Российский оппозиционер написал об этом в Телеграме. Оказывается, повар Путина на голубом вертолете прилетел, нет, не кино показывать, а завлекать осужденных на войну. Обещал золотые горы в виде помилования через полгода, если они, конечно, не останутся в украинской земле навсегда. В кубанской станице Бакинская, расположенной неподалеку от хутора Молькина, базы ЧВК Вагнера, обнаружили огромное кладбище со свежими могилами. Паригожин подтвердил, что там хоронят его наемников. Путин велел адъютанту Папандапула создать отряды из уголовников, где разбивают головы кувалдами и устраивают публичные казни. И все это для того, чтобы бессовестно отнять кусок земли у соседнего государства. Основы права уничтожаются в России ради будущего поражения в позорной войне. Кроме того, повар Путина собрался вербовать на войну еще и женщин. Гениальную идею подал уральский депутат Единорос Вячеслав Вегнер. Он уверяет, что женщины из ИК-6 Нижнего Тагила якобы спят и видят, чтобы отправиться на фронт с визистками и медсестрами. Пригожину идея понравилась. ЧВК Вагнера, по его словам, работает в этом направлении и даже готова принимать их в снайперские группы. Бункерная Моль решила напомнить россиянам, что они по-прежнему газовая сверхдержава и всеми силами пытаются показать, что никакая Европа ему не нужна. Царь повелел запустить поставки газа с Кавыгтинского месторождения. Это якобы обеспечит газоснабжение восточных регионов и поставки российского газа на экспорт в Китай. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите пуск Кавыгтинского месторождения и магистрального экзопровода Кавыгта-Чиэнда. Начинайте работу. Все параметры в норме. Установка комплексной подготовки газа Кавыгтинского месторождения введена в работу. Ну а в республике Тува возник острейший дефицит топлива. Власти запретили вывоз угля за пределы республики. Сейчас в регионе разгар отопительного сезона, поэтому такая острая нехватка угля грозит возникновением ЧАЭС и несет угрозу жизни населения, сказал на заседании оперативного штаба глава республики Владислав Хавалык. А в одном из городов Алтайского края не хватает, нет, не газа. Это же великая газовая держава, в конце концов. Весь газ уходит теперь в Китай, видимо. В Камни-на-Аби ввели режим повышенной готовности из-за нехватки угля на котельных, чтобы покупать топливо без аукциона. Вот сюжет от местного ТВ. Он должен был приехать числа 26-го, ориентировочно, в понедельник. Поэтому у нас все вроде бы нормально. Причину сложившейся ситуации выясняют правоохранительные органы. Каменская межрайонная прокуратура начала проверку МУП Каменской теплосети, а также всех посовщиков угля. На этом ставлю точку. Подписывайтесь на наш ТикТок, который уже вызывает головную боль у пропаганды и его пытают запретить в Беларуси. Поддержать нашу работу можно также по ссылкам в описании или как альтернатива смотрите рекламу от Ютуба наших видео. Будем вам очень признательны. Напоминаю, самое актуальное на эту минуту в наших телеграм-каналах НЕКТО. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч. Хороших вам новостей. Слава Украине. Живей Беларусь. Слава Украине.